Геномик? А может пока никто не видит? Вызовите полицию! Давай! Чё такое? Лёва, ты чё там? На Лёву, походу, рейдеры пришли, блядь. Полицию вызовите, пожалуйста, на меня, ребят. Как мне адрес-то, блядь? Ты чё? Я не понимаю... Блядь, мужик, ты чё вообще? Ты слышишь? Ты, блин, вломился со меня в дом и нападаешь на меня. Тише, не ржи... Блядь, слышишь? Я не знаю, чё тебе надо, слышишь? Ты, ты, блядь... Ээээээээ, ты чё, блядь? Ребят, какой у Лёвы адрес? Я не знаю. Ну-ка, блядь, руки нахуй, поднял, поднял руки! Бля, кто знает его адрес, а? Я не знаю Рэй, ты шутишь или как ты это поняла? Чё? Тихо Что? Подождите, тихо А она пишет, что к Льву вломились в хату Ребят, привет, короче, мы сейчас играли К Леве, походу, кто-то вломился Мы слышали, как он с кем-то разговаривал Кто-то пиздил Нужен адрес его срочно, чтобы полицию вызвать Всё, 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 всё Я сейчас разберусь там Ко хрена Мы просто слышали, как к нему кто-то зашёл Он говорил, что к нему кто-то вломился И кто-то его бил, походу Я не поняла, чем А потом у него вырубился микрофон Ну чё, короче, шишак у меня, да, нет? Есть чё? Не видно, блин Есть потрёпанный, пипец Я, короче, вот, да Вся толпа собралась, блин В первый раз меня отхерачили, ребят Вон там товарищ сидит, вломился мне в квартиру Ребят, не открывайте никому двери, в первый раз в жизни За 27 лет, блин, я открыл дверь, думал, сосед Шумно стримлю Не угадал Меня спасло то, что у меня был привод Пока Я его, короче, схватил, на него наставил Я ему говорю, руки подними Третьего дня я себе спокойно Сидел дома, никого не трогал Сидел на стриме у знакомой Вернее, даже как присутствовал у неё на стриме Мы играли в игру в кооперативную И, собственно, это было вечером Где-то в часов 11 Я услышал стук в дверь Я подумал, что слишком громко реагирую на тамошний геймплей Это была, кстати, Вархаммер, я не помню, как это там что-то новое игра Я даже не шарю В общем, подумал, что пришёл сосед пожаловаться на шум Вот, и я, собственно, пошёл, подошёл к двери Посмотрел в глазок, вижу, ну, стоит чел какой-то Но было темно, нихрена не идентифицировал, кто это И спросил, кто Ну и спокойным голосом ответили Сосед, я такой Ну, скорее всего, вот, который за стенкой У нас стены здесь очень тонкие Настолько тонкие, что если сосед чихает Я ему говорю, будь здоров, он говорит спасибо Вот, настолько тонкие у нас здесь стены Вот, в общем, я приоткрыл, открыл дверь Приоткрыл её, чтобы понять, кто именно и что ему надо А в этот момент неизвестное мне доселе тело Со всей силы вырвало у меня, получается, дверь И влетело в квартиру без моего ведома Я просто в афиге с такого стечения обстоятельств На что поступил к нему вопрос Дядя, ты кто такой? И что тебе вообще надо? У него там взгляд вообще вот такой вот был Он смотрел вообще там сквозь Вообще ничего не это не видел Вообще, то есть, ему было всё плевать Первый вопрос у него поступил Ты один? Я такой Нет, не один И знаете, ещё так по-хитрому Хотя это на самом деле не так было Я блефанул Я в зале дверь немножко закрыл Дав понять, что я якобы не один После чего он такой Ну давай показывай Я говорю, что показывай? Что тебе надо-то? Что ты вообще припёрся? Он говорит Ну типа Давай-давай Я вообще без понятия, что ему надо Кто он такой вообще хер знает Ну тут я понял, что походу Ну тут уже что-то Сейчас что-то будет жёсткое Я открыл дверь Тут, как видите, у меня ширмочка Она делит комнату пополам Вот Я ему говорю Ну заходи Он говорит Нет, ты первый Я думал, он хоть зайдёт Я хоть успею выбежать из квартиры Но нет Он говорит Заходи первый Я такой Хорошо Зайду Зашёл первый В комнату И первым делом я Быстренько подошёл к столу У меня стоял микрофон Вот так вот И я, как вы видели на записи Начал Подавать сигналы На стрим Мол Ребята, вызовите на меня полицию Один раз дал об этом знать Тут же поступил от него вопрос Где девчонка? Я такой Какая девчонка? Он, наверное, подумал, что я с девушкой живу Раз Ну, молодой Думает, что я, если не один То, скорее всего, с девчонкой Он такой Где девушка? Я говорю Я понятия не имею, о чём ты говоришь Тут же снова ещё раз наклонился И говорю Типа, ребята Вызовите мне, пожалуйста, полицию Вот После этого я, когда сказал Пристал Он, короче, взял вот эту вот мою книгу Некоторые её видели Грубо говоря Очень важный реликт в моей квартире Я практически никому никогда про неё не рассказываю Это очень важная для меня вещь Вообще, в принципе Самое важное, что было Вот он у меня, короче, эту книгу взял И тут же бескомпромиссно Влепил мне по лицу На записи всё это было слышно Я, конечно, такого просто хернёй Моей вот этой вот реликтовой хернёй Он мне по лицу ударил Представляете, насколько мне было Чёрт возьми Зло Во мне пробуждалось Вот Я ему говорю Ты вообще какого хрена Чё тебе надо Я не понимаю Ты ворвался ко мне в дом Вот, кстати, вот эти моменты Когда я начал говорить Ты ворвался ко мне в дом И нападаешь на меня Это было сказано мной очень громко Специально для дальнейшего следствия Так как, чтобы на запись это всё было Так, как это всё происходило на стриме Да, есть запись Это всё прекрасно слышно Вот Там уже два раза он, короче, у меня этой книгой приложил В итоге Потом он увидел, что у меня в аккуратно столе Стоит мой вот этот вот АКГшный микрофон Который весит порядка двух КГ АКГ Да И, собственно, схватил его Схватил его И со всей дури херанул мне В левую височную часть головы Вот У меня там, короче, шишак образовался Чуть ниже бы ударил Он бы меня вырубил, наверное Или убил бы вообще После этого удара я Пятился назад Ширмочка отодвинулась И тут он увидел, что По всей видимости Я был нечестен с ним Последние несколько секунд И что, на самом деле, в квартире больше никого нет Он занёс микрофон Ещё раз Над моей головой Со словами Я тебя сейчас здесь уебу И в его глазах Знаете, ребят Было отчётливо видно Что этот человек Хоть и находится под какими-то веществами У него была на тот момент Очень чёткая цель Меня убить Понимаете? Это было покушение Это, откровенно говоря Просто человек ворвался ко мне в квартиру И пытался меня убить По-другому это никак вообще нельзя Вот просто описать В этот момент я понял Что всё, уже пора делать что-то Пора что-то решать И у меня в аккурат Как вы, возможно, знаете Если вы ходите ко мне на стримы Вы, наверное, знаете Что у меня есть Страйкбольное оружие Да, вот я занимаюсь Страйкболом Сталкер-страйком Вот у меня лежал мой Замечательный автомат Вот, значит, вот эта вот прелесть Она лежала прямо позади меня И я её схватил И, собственно, наставил на него Со словами, с криком С требованием Подними, сука, руки Подними, падла, руки В общем, его Такая картина явно застала врасплох У меня квартира, кстати говоря Чтобы вы понимали Она оборудована таким образом Чтобы снимать ролики Вести стримы То есть, мне кажется Для этого биомусора Данное окружение было крайне Непонятным То есть, он даже, несмотря на своё Явно Обдолбанное состояние Он вообще не понял, куда попал Да, и Когда он уже начал Пытаться меня убивать Я взял автомат в руки И нацелился на него Это явно его повергло В некий Конфуз Он не понял вообще Что это вообще такое происходит Что это вообще такое Да, но Тем не менее Это его состояние Позволило мне Совершить небольшой манёвр Где Ну, чтобы вы понимали Всё это время Он пытался Он, я два раза пытался Покинуть квартиру Но он не давал Он прям вот Руками своими Там пытался меня толкнуть Ну, чтобы вот Грубо говоря Выход был позади него В общем, вот После вот этого манёвра Он, собственно Потерял бдительность И я мимо него шмыгнул Прошмыгнул И ещё взял с собой Вот этот самый Телефон Вот телефон-то я с собой взял Чтобы позвонить Своему хорошему другу Королю Дошираку Но об этом позже В общем, выбежал Я в коридор Начал тянуть за собой дверь Чтобы хоть как-то его затормозить Да, закрыть Но он не Ну, не успел Грубо говоря Он дёрнул её в ответку Ещё сильнее Что даже захлопнуть я не успел Вот, но Мне было уже в этот момент Плать, я просто подбежал К выходной двери И выбежал в подъезд А там и, следовательно На улицу На улицу я выбежал И Быстенько так спрятался За машиной Взял телефон У меня там Небольшая дезориентация Наступила Видать, он мне Приложил так сильно Что у меня Сотрясение небольшое было Или что-то в таком духе Я вот в этом не разбираюсь Но что-то походу было Что я Как-то вот Короче В итоге позвонил Вадиму Сказал Слушай, ситуация следующая Бла-бла-бла Он говорит Всё, понял Не вопрос Сейчас приедем А он не на службе был В общем И Позвонил своим ребятам Которые из Отдела вневедомственной охраны Это лошники Там прошло буквально Минуты три Наверное Как тут же экипаж Уже прибыл Подошёл там сосед Открыл дверь Подъездную Потому что я выбежал Без ключей Вот, подъехал Значит Экипаж Мы зашли И получается Поднялись ко мне Зашли в квартиру Они посветили фонариками Он Этот засранец Короче Перевернул мою лампу Которая освещала комнату И в целом Квартиру Он это всё дело Значит Перевернул Так что У меня в квартире Света не было Да И Вошники Забежали с фонариками Начали Чекать комнаты Проверили зал Проверили кухню Проверили Ванную Ничего не было Никого не было Короче Пропал Ушёл Короче Парень Но он не выходил Из подъезда Что важно Я когда за машиной Спрятался Я за подъездом Наблюдал Чтобы он не вышел А если вышел Чтобы я за ним следил Вот Следовательно Зашёл в комнату Увидел Что в принципе Ничего не украдено И ничего не разбито Самое главное Господи Если бы были разбиты Мониторы Там Комп Украл бы телефон Я бы просто Сдурел бы У меня бы там Я бы Не знаю Что я сделал Но я и так В таком состоянии Что я просто У меня дикая злоба Это человек Который Покусился На святое Вот На несколько Святых пунктов Моего личного Креда Моих триггеров Возможных И невозможных Что вы опять же Понимали Пока это всё Происходило Ребята Собственно Моя подруга Да Они Очень сильно За меня переживали На стримах Там лис Бросил стрим Даже не выключил Побежал Позвонить Всем кому Кого он знал В ангарске Чтобы приехали Чтобы посмотрели Всё Те кто ничего Не мог делать Грубо говоря Либо сильно Переживали Либо плакали Там реально Да Я такого Вообще Если честно Вообще не припомню Чтобы где-то такое было Чтобы у кого-то Такое произошло И Очень жаль Что конечно Нету Видео Всего произошедшего Был бы у меня Стрим И у меня бы была подключена Вебка И уверяю вас Вы бы это всё прекрасно Увидели Но увы Ах вот так вышло Тем не менее Тем не менее Я Когда уже понял Что всё вроде как Всё нормально Мы вышли в подъезд И так уж получилось Что Обошники начали уходить Я говорю Давайте мы хотя бы Квартиру для приличия Хоть одну проверим На моём этаже На моей лестничной клетке Около шести квартир И я За время Пребывания Здесь Я просто Хики Можно так сказать Я никого особо Не знаю вообще Кроме соседа Который как раз За стенкой Который чихает Громко Вот И так уж Получилось Что Я просто Ткнул Рандомно в дверь То есть там Выбрал одну И просто ткнул Сотрудники подошли Позвонили в дверь Открывают дверь И Опа Какой сюрприз Это именно тот чувак Который на меня напал Вот это конечно Было дикое совпадение Он уже успел Я не знаю Отойти наверное От своего состояния Ну или по крайней мере Мне так показалось И он А чё А чё Я ничего не знаю Говорит Я ничего Вы чё ребят Я тут ни при чём Но Он Не знал Одного маленького момента То что У меня много друзей Скажем так У меня Очень много Людей Которые Которые Так или иначе Готовы мне помочь Которым я помогаю И так далее В этом городе Без друзей К сожалению Никак Как ни крути Ну и в общем Скажем так Без особых Каких-то там Долгих там Сяу-мяу Я просто сказал Что да Это он Его начали паковать После чего У него там Начались стадии принятия Поначалу он отрицал Потом начал Торг Потом у него Пошла злоба Он начал мне угрожать Говорит И тебе же хуже будет Начал сопротивляться Аресту На это Все добро Начали Сотрудники ОВУ записывать В общем говоря Его силком Запихали В машинку И Увезли Я же Поехал на Другой машине Тоже Давать Непосредственно Заявление Начал писать Но там Если честно Мне было так По боку На это заявление Я понимаю Что это был Важный момент Во всей этой шумихе Но Это вот Грубо говоря Для вас Ребят На будущее Если вы Пишете Заявление Вы можете Всегда его Переоформить Перезаявить Скажем так Потому что Можно тупо Сослаться на то Что вы были В состоянии Аффекта Именно сегодня Почему сегодня Да Вот я выпускаю ролик Грубо говоря Прошло 3 дня Именно сегодня Я это и сделал Когда я В первый раз Подал заявление Мне дали направление К судмедэксперту Чтобы я снял побои Сейчас Так получилось Что у меня Все прошло Вот вы видите У меня вообще Ничего нету А было Я не знаю У меня какой-то Повышенный метаболизм Или что Я выгляжу очень молодо Для своего возраста А еще на мне Как все на собаке Заживает Ну а еще у меня Высокий болевой порог Когда он меня бил Мне не было больно Мне было больно Только от того Что этот ублюдок Взял вот эту вещь Вот эту вещь И ей меня бил Вот это было больнее всего Вот лично для меня Это был вот удар Куда не надо Вот И грубо говоря Он подписал себе Долгую мучительную Виндепту от меня Ну Не только из этого Конечно Но тем не менее Одно из самых Для меня лично Это веских Причин Чтобы я его Дальше Напрягал Собственно Что было дальше Я Получается На следующий день Я позвонил Своему отцу Кто не знает У меня отец Депутат Ну Ныне Немножечко не депутат Временно взявший В отпуск Скажем Да И юрист Адвокат По совместительству Вот Грубо говоря Человек Который не последний Не последний в городе Его многие знают Уважают Глубоко уважаемый человек Вот Пару звоночков И мы много выяснили Про этого От этого товарища Но даже понимаете Мы узнали не столько про него Сколько про квартиру В которой он живет И больше 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 В общем Четвертый день Мы полностью потратили На то что Ну четвертое число Чтобы собрать О нем больше информации Вот эту информацию Мы будем дальше Использовать Чтобы Вести следствие Чтобы Устраивать ему темную И так далее И так далее Сейчас все идет В процессе Вот сегодня Сходил Переписал Заявление Потому что Как выяснилось В общем Заявление мое Классифицировали Как вы не представляете Административное Правонарушение 6.1.1 Это короче Полный бред Чтобы вы понимали Это относительно тому Что я бы допустим Ну не знаю На улице Намусорил Чуть-чуть То есть ему штраф Там 5 тысяч На деле же Это статья 139 Пункт 2 В общем Вторжение в частную собственность С применением силы Тут В зависимости от Оттягчающих Чтобы вы понимали Увеличивается Срок И Штраф Штраф И срок Заключения Также я буду подавать На Моральный ущерб Конечно же Там Посмотрим По деталям Что получится Учитывая Вот то что Вот с этим Произошло Лично для меня Я Просто буду Топить До чертов Ну и еще Я очень сильно Хочу чтобы Это классифицировали Как покушение Потому что Там действительно Я видел Этот человек Хотел меня Как он сам сказал Захуячить Меня хотел Вот Ну собственно Вот такие пироги Я буду держать вас Обязательно В курсе Движ Пошел Буду Работать Над этим Единственное Что хочу Сказать Ребят Обеспечите Себя Безопасно Безопасно Системами безопасности Максимально Как только Можно Чтобы вы понимали Я Все это Происходило Ночью Где-то Во втором Часу Уже Более-менее Все Устаканилось И Где-то Через Часов Пять У меня Уже В квартире Стояла Сигнализация С тревожной Кнопкой То есть Вот Надо было Раньше Тот же Король Дошираков Мне говорил Установи Тревожную Кнопку Я его Не послушал А надо было Хотя Я не думаю Что это бы Как-то В данном Случае Мне помогло Потому что Я открыл Ему дверь А вот Это уже Второй Пункт Не открывайте Двери Никому Даже Вечером Даже В принципе Зная Такой момент Если у вас На лестничной Клетке Нет людей Которые Или просто Даже ЖКХ Не следит За тем Чтобы у вас На лестничной Клетке Было хорошее Освещение То позаботьтесь Об этом Сами Чтобы вы Будучи Глядя в глазок Хотя бы Могли Увидеть Этого человека Чтобы у вас Визуальный Контакт Был И вы Поняли Кто Это Сейчас Стоит На пороге Вашей Двери Чтобы не Надо было Открывать Дверь И уже Смотреть Вот Непосредственно Через Открытую Щелку Цепочка Цепочка Не поможет Цепочку Вырвут Нахрен При желании В любом Случае В данном Случа Я думаю Если бы у меня Была цепочка Он бы Ее И вырвал Потому что Там Такая Сила Была Что Мама Не балуй Дядька Этот Был В три Раза Меня Крупнее Я Ему Ничего Не Сделал Физически Даже Наставив На него Оружие Хоть я его Затормозил Это На самом деле Просто Мне повезло Возможно Сейчас бы Я бы Ничего Этого Для вас Не записывал Вот И может Быть На этом Канал Гранд Леон Материал Бы перестал Выпускаться Да Такая Вот Жесть Вот Но если Вам все Таки Интересно Что Будет Дальше Я Конечно Обязательно Буду Держать Вас Мы Это Все Дело Более Менее Устаканим Я Продолжу Пускать Ролики Но Буду Дальше Продолжать Вести Это Все Дело Вперед И Двигать И Т. И Т. П. Вот Я Скорее Всего Это Все Знаете Это Я Очень Быстро Сумбурно Вам Даже Рассказал Есть Много Деталей На Которые Я Хотел Обратить Внимание Я Тут Стрим Позавчера Устраивал Вот Там Вроде Запись Еще Лежит Если Хотите Можете На Твич Канал Перейти Там Мы Час С моим Отцом Как раз Сидели Это Все Разбирали Да Там Больше Подробностей Скажем Так Так Что Вперед Из Песней Ну И Приходите Сегодня На Стрим Буду Рад Вас Видеть Да Собственно На Это Все Всем Спасибо Ребят За Внимание Всем Удачки И Всем Тортик Берегите Себя И Близких Да